Могли бы вы назвать фамилии наших депутатов? Нет, никого. Я политикой не интересуюсь абсолютно. А вот члены общественной палаты. Кого-то знаете из наших депутатов городских, областных, членов общественной палаты? Нет. Кого-то можете назвать? Нет, не могу. Кого-то из наших депутатов, знаете, областных, городских? Нет, я никого не знаю. Да никого я не знаю. Я не лезу в политику. Она вообще не интересует меня. Что они говорят, все неправильно. Одни обещания только. Может быть, хоть кого-то, нет? Не знаю. Не знаю. К сожалению, не интересует совершенно. Почему? Ну, просто, наверное, общий недоверие. Знаете ли вы кого-то из наших депутатов? Городских областей? Нет. Бондаренко довольно часто упоминают даже. Не из Саратова люди. Никого не знаем. А общественники, может быть, член общественной палаты? Да никому мы не нужны. Они все закрыты от нас. Губернатора у нас нет вообще. Совсем нет губернатора. Мы просто живем бесхозный народ. Вот выживаем. Ну, я еще со времен Григорьева и Ландо был знаком еще, а в настоящее время нет. Да как-то нет. Не связывался, и нигде они мне не встречались. Ни в интернете, нигде. Бондаренко хотя бы в интернете прославился. Не, я в политику не лезу. Это такое болото, что там утонешь. Депутаты областных городских смогли бы назвать фамилии? Никого не знаю. Я, честно говоря, и знать не хочу. Есть такие уполномоченные по правам ребенка, человека, по правам, по защите прав предпринимателя. Кого-то из них знаете, как одного? Я даже первый раз слышу такое. Как-то среди простого населения такой вопрос даже не освещается. Было бы, конечно, интересно, например, по новостям почаще слушать о какой-то деятельности местного правительства, чтобы простое население больше знало о том, чем занимаются депутаты в области, в Саратове конкретно. Весной сидит, как только вот этот областной дума, а так этот Комаров Олег, только учится, не помню. Бондаренко? Все. Это самый главный. Это кто, депутат? Это депутат. А вот из общественников? Это никчемный орган, совершенно ненужный, который обладает только лишь совещательным. Голоса не имеет никакого. Это, как бы, говорильная сплошная, поэтому знать их даже не обязательно, и желания у меня их знать нет. Ни одного оттуда не знаю. Но был Ландо, наверное. Ландо – это человек-легенда, который сейчас пытается, как бы, какая-то акция идет. Ну, есть человек, который какую-то часть вложил в этот город во времена Дмитрия Федоровича Аятского. Ну, старичок. Зачем же ему жизнь-то портят? То его в суд ведут, то лишают его, заслуженного какого-то жителя города Саратов. В общественную палату я не знаю, Саратовскую никакую. Могли бы назвать кого-нибудь из наших пополномочий по Саратам? По правам ребенка, человека, в защите права? Я могу, но этим словом, наверное, в эфире нельзя оперировать. Извините, пожалуйста. А они есть вообще? Уполномоченные есть? Они реально защищают чего-нибудь? А зачем их знать? Еще какие вопросы будут? А вот тут от членов общественной палаты. Да вы что? Зачем? Да вы что? Это вообще ненужный инструмент. Они дискредитировали вообще саму идею давно. Была, по-моему, Татьяна Загородняя. Вот ее немножко так знали и слышали. Больше никого не знают. Уполномочен? Нет, ну о существовании их я знаю. Но имя, отчество, фамилии не знаю. Должностные лица всегда меняются очень часто. Поэтому, собственно говоря, и не запоминают. Только исключительно с этой целью. От работы данных органов нету такой эффективности, которой бы хотелось. Поэтому и не обращаемся туда. Мало решают вопросов о них, которые действительно жизненно важны. А так поговорить мы все можем, вот как с вами сейчас. Кого-то из наших депутатов знаете областных или городских? Нет. А вот членов общественной палаты? Нет. Кого-то из наших депутатов областных? Не знаю, никого. Нет, к сожалению, нет, не знаю. Почему, к сожалению? Ну, как-то все не до них, свои проблемы. Депутатов, членов общественной палаты знаете какие-то фамилии? Нет, не знаю. Они постоянно меняются. Их так много. Поэтому невозможно проследить. Хотя бы одну фамилию никого не слышали? Никакую. На заборе видела. Синица написана. Я не знаю, кто это. Все. Мы только знаем, наверное, Романова, председателя нашей областной думы. Все. И только фамилию. Уже хорошо. Уже хорошо. Ну вот Юля какая-то была. Ледневская. Наверное, да. Да, вот так я ее визуально знаю. Я прилагаю усилия, чтобы не знать даже эти фамилии. Понимаете, в чем дело? И если я начну вспоминать, я начну ругаться матом. То есть я буду говорить фамилию и ругаться матом. Все не менее, может, не завязываться? Ни при каких обстоятельствах. И вообще я хотел бы уехать из этого города, на самом деле, чтобы не видеть даже и не слышать ничего об этих людям. Ну, знал Курихина. Ну, он сейчас не депутат уже областной думы. Ну, Романов на слуху просто, как спикер областной думы. Чернов был такой. Серебряков, директор музея, тружек войны и тыла в Парке Победы. Шенчук? Да, Шенчук. Он же тоже был в общественной палате. Он и есть. Вот и есть. Ну и, пожалуй, больше я никого не могу назвать. Я с города Североуральска. Это Свердловская область, да. Вот Бондаренко слышала? Да, Шенчук. Из соцсетей же развиты, хорошо. Уполномоченная по правам ребенка, человека и уполномоченная по защите прав предпринимателей. Я таким вообще не пользуюсь этим. Фамилии ты не знаешь? Не знаю, понятия не имею. Ну, Зугородняя была по ребенку, по-моему, да. А еще каких вы спрашиваете? По правам человека, по правам человека. Ой, по правам человека совсем не знаю. Нет. Нет. Внешне знаю всех. А фамилию не помню. Предпринимателей точно не знаем. У всех заботы свои более реальные. Например, ЖКХ, да. Собаки, которые стаями ходят по городу, да, и кидают. Уполномоченные, они же должны как бы быть близко. А, наверное, веры нет. Ну, в любом случае, это плохо, потому что люди не знают. И они людьми не интересуются. И люди уже не интересуются, им это неинтересно. Видите, мы даже не знаем, кто у нас депутаты. К нам никто не выходит, чтобы с нами побеседовать, чтобы нас выслушать, как мы живем. Плохо нам или хорошо? Знаю. Кого? Знаю. Андрюшенька. Максим. Леня. Вот. А им... Как же я вам... Сашенька. Да. Знаю, конечно. Спасибо вам огромное. С наступающими вас праздниками.